Здравствуйте! Мы сегодня поговорим с вами о моих любимых вишнях, которые я своими руками вырастил и посадил в целый вишневый сад. У многих к вишне двоякое отношение. Одно, что это вишни кислые, что эти вишни птицы съедают. Но сегодня я хочу вас переубедить и показать, что в моем саду вишни это основное лакомство в конце июля. Даже вот сегодня мы стоим возле вишни, и эти вишни уже полуобобраны моей семьей. И дети приходят, и внуки приходят, и даже я им ничего не говорю, а они пришли из сада, начали пробовать вишни. И все одного мнения, что вот, например, вишня-ровесница – это самая сладкая вишня. Она даже еще недозревшая, недозревшая вишня, а уже она имеет такую сахаристость, прямо руки липнут. И во рту вы, когда пробуете, не чувствуете кислинки. Поэтому вишня-ровесница у нас – это вишня номер один у меня в саду. Во-первых, она такая высокорослая, соответственно, она дает хороший урожай. И по вкусу она самая сладкая, медом намазанная. Но по размеру вишень она немножко уступает таким сортам, которые у меня растут еще в саду Мценская, Молодежная, Венок. Поэтому старайтесь себе в сад садить разные сорта. Разные сорта, вот как у меня посажен сад из пяти сортов. И они, во-первых, хорошо опыляются, они по сроку созревания немножко растянуты. И всегда дают вам хороший урожай. В этом году меня порадовала вишня молодежная. Во-первых, она низкорослая, особенно для дашников, у кого маленькие площади для посадок. Вот этих вишень можно садить через два метра, десять штук, и вы будете с урожаем. Ее удобно обирать. И обратите внимание, вот вишни крупные, и самое приятное, что они очень сладкие. То есть, вот если кто-то ко мне приходит в гости, попробовал эту вишню, от этой вишни потом не отогнать, пока люди не наедятся. Сладкая, крупная, хорошая вишня. Легко ее образовать. То есть, она не формирует центрального проводника, то есть, такая вот пониклая, как ива. Видите, нету здесь центрального проводника, все веточки, как бы, они закладывают урожай, и в следующем году у меня дадут урожай. Вишня молодежная нравится мне еще и тем, что она самоплодная. То есть, она может одна расти в саду, сама опыляться и давать урожай. Вот это деревце у меня, где-то ему 4 года. Видите, за 4 года она не выросла, как некоторые, вот как у меня рядышком, ровесница растет. Она пониклая растет и практически 7-8 лет будет дереву, и оно будет выше 3 метров не подниматься. То есть, вы без лестницы можете прийти, обобрать эту вишню. Мы находимся возле вишни Мценская. В этом году она активно у меня заплодоносила, и я ее по достоинству заценил. Чем? Что она очень урожайная, раз она вот с урожаем, она самоплодная, крупная вишня. Вот немножко у нее ощущается кислинка, но кислинка такая выровненная, поэтому с удовольствием эту вишню можно кушать. Хотя я вам говорю, что я стараюсь вишни собирать тогда, когда они уже вот легко отрываются от хвостика и чуть ли не падают на землю. Тогда они наливаются, набирают сахаристость и приятные вкусы оставляют. Вот эта вишня, ей уже 4 года, она у меня активно в этом году после обрезки начала расти. Обратите внимание, вот побеги, побеги вот по 50 сантиметров. То есть, это показатель того, что эта вишня хорошо развивается, не задавлена болезнями. И в следующем году на этих молодых побегах мы увидим обильный урожай, что самое главное для нас. То есть, сегодня, если мы пожинаем плоды целого года работы над этой вишней, то уже я вижу перспективу, я вижу урожай следующего года. И уверен, что вот эта вишня всегда нам будет давать хороший урожай. И не только урожай, но она растет радышком с другими вишнями, поэтому она и другие вишни будет опылять. Поэтому, если вы садите в саду вишни, вы стараетесь сажать разные сорта. Вишня опыляет только вишню. Если растет черешня, то для опыления черешни вам нужна только черешня. А вишня может опыляться как вишней, так и черешней. Поэтому вы должны это учитывать при просчитывании опыления ваших вишень при цветении. Мы находимся возле вишни Лютовка. Череньки этой вишни попали 4 года ко мне. Вот, я вырастил саженцы. Привита эта вишня на антипку. Это хороший подвой для вишни, морозоустойчивый. Поэтому она всегда надежно и растет, и дает урожай. Единственное, что мне кажется, что вот этот сорт, он немножко более капризный климатическим условием. Потому что остальные вишни как-то с первого года у меня пошли в рост. А вот этот сорт Лютовка, она у меня капризничала 2 года. И даже видите, что она невысокая. Невысокая она не успела вырасти за счет того, что немножко подмерзала. Я ее обрезал. Ну, в этом году зима была благоприятная. Весной она отчвела. И видите, очень хороший тоже дает первый урожай. Хотя, я вижу, что здесь еще вишни недозревшие. Даже попробовать вишни еще не набрало сахаристости. Но она у меня еще провисит недели 2. Созреет до конца. И поверьте мне, через 2 недели, если вы приедете ко мне в сад, мы с удовольствием будем эту вишню доедать. Много лет у меня растет белорусский сорт вишни венок. Это вишня самоплодная, урожайная. По морозоустойчивости она одна из самых надежных вишень. Поэтому я всем рекомендую сажать такую вишню. Она и другие вишни будет пылять. Крупная вишня, сладкая. Поэтому, кто меня спрашивает, какую вишню посадить, я обязательно им рекомендую. Сажайте венок, потом уже остальные вишни. Этой вишне уже где-то лет 12. Поэтому я ее не сдерживал в росте. Почему? Потому что у меня тут растут другие вишни. И если ее сдерживать в росте, она будет раскидистой становиться. И будут друг другу они как бы мешать. Поэтому я их как бы пускал вверх расти. А так, в принципе, эта вишня 4-5 метров растет при правильной обрезке. И дальше уже ее можно не пускать вверх. Подводя итоги дегустации сегодняшней вишни, я бы хотел отметить по размеру. Самая крупная у меня вишня – это венок и лютовка. Дальше идет мценская и молодежная. По размеру ровесница самая мелкая. Но сказать, что это недостаток для ровесницы – да. Но в то же время это самая сладкая вишня. И все мои домашние в первую очередь съедают эту вишню. То есть, если пройти по саду, вот уже деревья с этой вишней все обобраны. По вкусовым качествам также очень мне в этом году понравилась мценская молодежная ровесница. Ну, венок – это уже проверенный сорт. Она всегда выручает, хороший урожай дает. И мы иногда даже сталкиваемся с проблемой – куда же третье ведро вишень собранных девать? И здесь тоже у меня есть свои наработки. Я с вами тоже поделюсь ими. Когда наступает пора урожая, куда можно деть урожай? Первое. По традиции мы варим варенье. Сварили ведро варенья. Если еще у меня этих ведер 5-6, сразу урожая. Что можно делать? Можно компот. Но уже компот мы обычно не делаем. Почему? Потому что он может храниться больше года. Из косточек выделяется синильная кислота. И мы получаем экологически чистый продукт. Что я делаю с вишнями, кроме варенья? Это обязательно у меня холодильник. Сколько я нахожу места в морозильнике, все пустые места я заполняю мороженой вишней. Для этого я ее чищу от косточек. В собственном соку засыпаю немножко сахаром, чтобы она была сладкой. И раскладываю в сушилку. Вот видите, у меня в этой сушилке было засыпано ведро вишни. Через сутки я уже получаю сушеную вишню. Очень вкусная, сладкая, как изюм. Вот у меня осталась еще с прошлого года. Видите, она уже немножко усохлась. Как изюм едим, чувствуется вкус вишни. Для того, чтобы посушить ведро вишни, надо ее собрать и отделить косточки. Для отделения косточек у меня специальные есть приборчики. Они практически сейчас продаются в каждом магазине, на рынках. Поэтому проблемы нету приобрести. Единственное, что рекомендую, чтобы он состоял из двух частей. Бывает, что он состоит из трех частей, потом при соединении жестко стеряется, и плохо он работает, этот автомат. Вот, видите, он хорошо выбрасывает вишню. То есть, для вот этой выбивалки желательно вишни использовать не перезревшие. Вот, то есть, даже ребенок может этим автоматом почистить ведро вишни с удовольствием, что мои внуки и делают. Таким образом, я отделяю косточки от вишни, и дальше добавляю немножко сахара по вкусу, и могу эти вишни заморозить, могу сушилку положить на сутки и получить вишневый изюм. При сушке вишни, ну, есть определенные нюансы. То есть, я не сушу фанатично, вот там, 15 часов. Я посушил 10 часов, даю вишне остыть. Она тогда сама проседает и выделяет сок при охлаждении. Она сжимается, вот, и выделяет сок. И вот этот сок потом мы опять начинаем продувать сушилкой. И так ягода более равномерно высыхает. Надо, по крайней мере, две остановки этого процесса сушки делать, чтобы эти ягоды охладились, сжались, выделили частично сок. И этот сок потом мы дальше начинаем высушивать в сушилке. В сок вишни я добавил пектина. Пектина. И разлил по поддону. Вот у меня специальные поддончики есть для сушилки. Вот, видите, я смело уже беру эту высушенную с пектином сок подсушенный. Могу разрезать. Видите, какая получилась масса. Похожая на мармелад. Это на самом деле и есть мармелад. Здесь я добавлял на литр где-то 10 грамм пектина. Это где-то столовая ложка. При заморозке, при заморозке, какие нюансы есть? Вот, если мы выбили ягоды, вот, куда эти ягоды засыпаем для того, чтобы заморозить? Не очень. Раньше я делал пластмассовые контейнеры, но эти контейнеры очень много места занимают. Чем мне нравятся вот такие кирпички? Литр в этот пакетик заходит. Вот, видите, я беру пакетик с гармошечкой. Удобно тем, что я в морозилку один слой этих мешков раскладываю, ложу кордоночку и на картонку ложу второй слой в морозилке этих пакетиков с вишнями. И они у меня ровными пакетами получаются, видите, вот. То есть, вот как блин. За счет этого, когда они заморозились, мы их можем рассывать по пустым местам морозилки, и они не занимают столько места, сколько контейнеры. Сажайте вишни, ухаживайте за ними. Всех вам благ, успехов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok